В воскресенье утром транспортный самолет Ту-154 Минобороны России, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море, неподалеку от Сочи. На борту находились 92 человека, 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, представители российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Лизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза». К дипломатическим ведомствам России в Вильнюсе и Клайпеде жители с воскресенья несут цветы, записки, зажигают свечи. А в траурной книге звучат слова соболезнований от дип-представителей разных стран. Мы выражаем наше соболезнование всем близким и всему народу, потому что это, конечно, очень большая трагедия для каждого народа, потому что очень много людей погибло и скорбят их семьи, скорбит весь народ. Слова поддержки близким погибших и России в целом выразили практически все посольства, действующие в Литве. «Скорбим вместе с вами. Страшная трагедия. Наш народ разделяет утраты и находится в молитвах вместе с российским народом», звучит со страниц книги. «Весь мир замер в эти дни. Постсоветские страны припустили флаги в день траура». «Мы, афганцы, не понаслышке знаем, что такое беда, что такое катастрофа. Мы теряли своих боевых товарищей и друзей в Афганистане. И сейчас уже в мирное время терроризм проявляет себя в других ипостасиях. Конечно, очень много погибло молодых людей. И это беда, это катастрофа. И мы все будем молиться за них. И я думаю, что таких катастроф должно быть меньше, и они не должны повторяться». Высшее руководство Литвы соболезнования в связи с крушением российского самолета не выразило и на катастрофу никак не отреагировало. «Отреагировали простые люди». Хотел бы искренне поблагодарить всех жителей Литовской республики и представителей дипломатического корпуса, кто в эти дни высказал слова сочувствия и разделил с нами боль утраты посла России в Турции Андрея Карлова и 92-х человек, летевших на борту самолета Ту-154 в Сирию. В настоящий момент среди основных версий трагедии называют попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. Признаков теракта спецслужбы России пока не нашли. Помочь в выяснении обстоятельств трагедии должны черные ящики, один из которых уже найден.